Хотя, честно признаюсь, я собака по гороскопу, по году рождения. Странно, вы меня озадачили, потому что собаки по гороскопу имеются в виду, что это очень лояльные люди, которые выбирают и остаются с человеком. Вы меняли мужей и расставались с ними не самым лучшим образом. То есть про всех вы потом в интервью рассказываете так, что я вашему нынешнему бойфренду не завидую, потому что в перспективе тоже предстоит что-то выслушать из себя. На самом деле я не понимаю, не знаю, откуда у вас информация, наверное. И только из ваших интервью. Нет, вы покажите мне хоть одно интервью, когда я плохо отзывалась о отце своей дочери или об отце своего сына. Вы не найдете ни одного интервью, где я вообще говорила об этом. Про первого мужа вы очень приближительно сказали, что он зарабатывал всего 5 рублей в месяц. Ну, это были естественные вещи. Я говорила о том, помогали ли мне мои мужья в воспитании детей. И в этом контексте я говорила, нет, к сожалению, да. Я вырастила своих детей сама. И не папа дочки, не папа сына среднего. Но как так может получиться? Знаете, как говорят, один раз случайность, два совпадения, три системы. Вы понимаете, потому что я была успешной. Я хорошо зарабатывала. Мой первый муж был актером. Отец ребенка второго. Да, на 12 лет. Отец Никиты был тренером спортивным. Написано, что культурист. Это не правда? Нет, он был тренером. И, наверное, они считали, что у меня больше возможностей, и мне не надо помогать. Видите, я... Ну, третий от вас магнат, олигарх, там, бла-бла-бла. Ну, здесь уже другая история. Здесь вот я недавно участвовала в проекте про брачные контракты и так далее. И один адвокат сказал, что мужчина ведет себя подобным образом только тогда, когда, теряя женщину, он понимает, что жизнь после этого заканчивается. Поэтому он делает все возможное для того, чтобы закончить жизнь этой женщины, для того, чтобы ее отравить просто. Вот в такой ситуации я попала, к сожалению. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.